Привет, меня зовут Гульнас и в эфире рубрика моделирование. И сегодня мы создадим вот такое прекрасное платье в полоску. Для создания такого платья нам понадобится базовая конструкция плечевого изделия. Иными словами, это выкройка платья. Полочка, ее передняя половинка, спинка, задняя половинка изделия, ну и рукаф, разумеется. Эти выкройки можно построить по любому учебнику по конструированию женской одежды. Я построила по своему пособию. В нем дается инструкция, как правильно вначале снять мерки, а затем по этим меркам построить лекало. Здесь дается подробная пошаговая инструкция. Поэтому, если вы никогда не составляли выкройки самостоятельно, то у вас получится с первого раза. Поскольку очень много иллюстраций и описание достаточно подробное. По этому пособию вы можете построить не только платье с рукавом, но и юбки, а также брюки различных моделей и фасонов. Пособие стоит 250 рублей. Для заказа напишите мне на почту happiness.gmail.com Сделаем моделирование на основе полочки. Посмотрим на основные конструктивные линии, которые мы видим на изделии, на картинке. В верхней части изделия есть фигурная кокетка. А под кокеткой полоска на сборке. Волана. Ширина полоски на сборке примерно 7-8 см. Так вот, от внешней плечевой точки мы можем отложить эту величину. 7-8 см. И именно эта точка будет началом кокетки. А круглые детали, которые сверху. Далее нам необходимо обозначить нижний уровень кокетки. На картинке это примерно чуть выше уровня груди. Центр нагрудной вытачки, кончик нагрудной вытачки говорит об уровне груди. Мы можем подняться на 2-3 см, как на картинке, выше уровня груди. И теперь просто плавно округлой линией соединим эти две точки. Вот и наша кокетка. Можем ее вырезать. Ну и разберемся полностью с этой частью. Сюда нам необходимо будет приточать полоску, деталь. Но в данном случае у нас есть подсказка полоски. Приглядитесь, полоски всегда вертикальны. Они всегда в одном направлении. Как лучики. Это означает, что полоска скроена полуточной. К примеру, 7 см в готовом виде. Нам необходимо добавить припуски на швы по сантиметру примерно с каждой стороны. Итого 9 см. Можно оставить по 5 мм. Далее, для того, чтобы определить длину этой полоски, нам необходимо замерить длину рельефного среза, которым только что нарисовали и разрезали. Для того, чтобы создать такую же степень сборки ткани, как на картинке, нам необходима примерно двойная длина полоски. Это означает, что мы замеряем длину рельефного среза, который только что нарисовали и разрезали. Умножаем эту длину на 2 и получаем длину полоски. Далее, нам необходимо будет ее просто собрать на сборку и приточать между двумя деталями. Хорошо, двигаемся ниже. Наше изделие отрезное по талии, но уровень талии чуть повышенный. Посмотрите на пояс, который находится посередине. Его ширина визуально 12-15 см. Посередине уровня талии. Это означает, что мы можем подняться на 6 см выше уровня талии и на 6 см ниже уровня талии. И разрезать полочку по верхней и нижней линии. И вот, что мы получаем. Для начала займемся второй. Сверху деталью нас интересуют вытачки. Нам необходимо будет исключить нагрудную вытачку и талию, поскольку их нет на картинке. Для этого проведем талиевую вытачку чуть выше, а нагрудную вытачку вправо. И вот они пересеклись в одной точке. Теперь разрежем базовую конструкцию по этим линиям. Далее закроем нагрудную вытачку. И теперь она раскрылась дополнительно в талиевой. Нам необходимо будет раскроить эту деталь, игнорируя вытачку. То есть мы просто проведем линию по срезу повышенного уровня талии, соединим два края вытачки сплошной линии, проигнорировав ее. И пойдем дальше. Но нам необходимо, чтобы изделие село по фигуре. Платье облегающего силуэта. Именно поэтому мы соберем излишнюю длину на сборку. И у нас получится сборка прямо как на картинке. Двигаемся к следующей детали. Как видите, деталь пояса такая же полоска поперечной ткани, поскольку полосы идут вертикально. Но ширина ее чуть больше. К примеру, если в готовом виде полоска шириной 12 см, то добавляем по сантиметру нашего с каждой стороны, получаем 14 см в ширине. Ну а длина может быть равна обхвату талии. Но как видите, у нас здесь есть талиевая вытачка. Именно поэтому изделие бы хорошо село по талии. Но если мы скроим простую прямую полоску такой большой ширины, то пояс не сядет хорошо в области талии. Нас спасает в таком случае резинка. Приглядитесь на картинке. По этому поясу проложена мелкая резинка. Место нитки прострочено резинкой вдоль всего пояса. Поэтому мы можем скроить пояс длиной чуть больше, чем длина этой детали, к примеру. Или просто замерить длину детали, игнорируя ширину вытачки. Ну и переходим к самой нижней детали. Можем раскроить просто юбку Татьянку, также игнорируя талиевую вытачку. Фактически скроить простой прямоугольник и собрать его также на сборку. Ну а на картинке, если приглядеться к боковым швам, можно увидеть, что юбочная часть скроена силуэтом трапеции. Для того, чтобы создать такую же юбку, вам необходимо просто разрезать юбочную часть на несколько полос вдоль юбки. Можно также, к примеру, в продолжение талиевой вытачки провести полоску. Ну и рядышком. Желательно делать ровные и равные интервалы. Далее разрезаем по этим линиям, не доходя до среза талии на 1 мм. Ну а теперь талиевую вытачку закрываем и раскрываем каждую из деталей примерно на одинаковый угол. И получаем расклешенную юбку трапецию. Расстояние между этими деталями можно увеличить, для того, чтобы получить дополнительную мелкую сборку по талии. К примеру, сделать длину талиевого среза в полтора, либо в два раза больше. Но для того, чтобы сделать юбку как на картинке, достаточно увеличения длины примерно в полтора раза. При желании по спинке вы можете сделать все то же самое. Скроить кокетку, пришить к ней полоску. А можно оставить просто цельную спинку, продолжить широкий пояс также на деталь спинки и сделать расклешение силуэта трапеции по юбочной части. А для того, чтобы создать дополнительную сборку по срезу талии у верхней детали, вы можете также просто проигнорировать талиевую вытачку, а, к примеру, по боковому срезу от среза проймы опустить вниз перпендикуляр. Платье готово! Если вам нравятся мои уроки, то я приглашаю вас присоединиться к моему видеокурсу по пошиву женской одежды. Он очень простой и понятный, и отлично подходит для новичков. По этому курсу вы научитесь шить различные виды юбок, брюк, платьев и рубашку. Для того, чтобы больше узнать об этом видеокурсе, напишите мне на почту happynassobachka.gmail.com или посмотрите видео, ссылку на которое я оставлю внизу в инфобоксе. Я желаю вам хорошего дня, до встречи, пока!